всем привет меня зовут алексей и это официальное видео от команды сискальп и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том что такое рабочий объем и как настроить рабочий объем в программе сискальп и привод бондаре внимание бесплатный терминал для трейдинга сискальп используют более чем в 50 странах мира законодательство разных стран в отношении биржевой торговли значительно различается по лицензионному соглашению при использовании сискальп пользователь обязан соблюдать национальное законодательство своей страны уважайте закон спасибо за внимание поговорим мы сразу на примере двух приложений так как механика настройки рабочего объема для них одинаково и так рабочий объем что же это такое это количество биржевого инструмента в заявке трейдера если трейдер выставил заявку на один лот то его рабочий объем составляет один лот рабочим объем называют на трейдерском сленге работа трейдера это выставление заявок стакан рабочий объем это объем который трейдер выставляет у новичков объем может быть один доллар а у профи и десятки тысяч долларов рабочий объем изменяется в лотах. В лоте может быть одна единица инструмента, а может быть и больше, 10, 100 и так далее. Например, цена акций 10 долларов, в лоте 10 акций. Тогда покупая один лот за 10 долларов, означает купить на 100 долларов. То есть 10 акций по 10 долларов каждая. Поэтому нужно относиться к этому с особым вниманием. На фондовых биржах можно торговать только целым количеством лотов. Это 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть на приводе Бондаря, как мы и видим, рабочие объемы, они целые. А на криптовалютных биржах допустимы рабочие объемы с дробным количеством лотов. Как мы видим в Сискальпе, на паре Биткоин и СДТ это 0,001, 2, 3, 4 и так далее. Для управления рабочими объемами в Сискальп и привод Бондаря выделены горячие клавиши и область в левом нижнем углу каждого стакана. Как мы видим, трейдеры в Сискальпе и привод Бондаря выставляют заявку быстро, в один клик. Пользователю не нужно тратить время на ввод рабочего объема для каждой своей заявки. Рабочие объемы достаточно настроить один раз. Дальше Сискальп или привод Бондаря автоматически подставят выставленные рабочие объемы в заявку. Как я сказал, в Сискальпе и приводе Бондаря можно настроить до 5 рабочих объемов. Как мы видим, 5 рабочих объемов. И приложение автоматически подставляет заявку рабочий объем, который активен на данный момент. Активный рабочий объем выделяется всегда цветом. Вот мы выбираем между активными рабочими объемами. И как мы видим, они выделяются цветом. Что в приводе Бондаря. Также аналогично и в Сискальпе. Переключать рабочие объемы мы можем левой кнопкой мыши. Либо горячими клавишами. Горячие клавиши, они по умолчанию. 1, 2, 3, 4, 5. И их изменить нельзя. Как в приводе Бондаря, так и в Сискальпе. То есть нажимаем 1, 2, 3, 4, 5. И соответственно у нас под эти цифры выбирается рабочий объем. То есть если мы нажимаем 1, у нас 1 рабочий объем. Если 3, у нас 3 рабочий объем. И так далее. И то же самое у нас в Сискальпе. Те же самые горячие клавиши. 1, 2, 3, 4 и 5. Рабочие объемы задаются отдельно для каждого инструмента. Как мы видим. На каждом инструменте у нас есть поле ввода рабочих объемов. И Сискальп и привод Бондаря помнят настройки рабочих объемов каждого инструмента. Если вы настроите стакан, поработаете, закройте приложение, заново его откроете. И у вас в стакане будет тот же самый рабочий объем. Как же задавать рабочие объемы? Чтобы задать рабочий объем, необходимо кликнуть 2 раза мышкой на соответствующее поле. К примеру, я хочу сейчас задать 3 рабочий объем в Сискальпе. Я двойным щелчком мыши кликаю. У меня появляется окно, где мне предлагается ввести рабочий объем в лотах. И допустим я ввожу рабочий объем в лотах. Обращу ваше внимание, что если мы вводим дробные значения, надо вводить через запятую, через точку. Нам этого сделать приложение не даст. В частности именно Сискальп. И вводим, к примеру, 0.012. Чтобы применить рабочий объем, необходимо нажать Enter, либо кликнуть мышкой по нашему стакану. И как мы видим, у нас применился наш рабочий объем. Двойной клик. Вводим рабочий объем. И Enter. И можем, как мы видим, выставляем лимитную заявку тем рабочим объемом, которым мы ввели. Если мы выберем первый рабочий объем, то у нас будет выставляться лимитная заявка выбранным нами рабочим объемом. Все по аналогии также и с приводом Bonder. Вводим. Выставляем. Вводим. Нажимаем Enter. Применяем. Выставляем. Мы так можем задавать любой из пяти рабочих объемов. В чем отличие ввода рабочих объемов в Сискальп от привода Bonder? В Сискальп на некоторых криптовалютных биржах рабочий объем можно задавать в долларах. Сделать это можно для инструментов, которые котируются в долларах США. Или стейлкоинах на долларах США. То есть USDT и так далее. Речь, конечно же, прежде всего идет о самых популярных инструментах для скальпинга, бессрочных фьючерсах Binance. На настоящий момент задать рабочий объем в долларах можно только на биржах Binance и Binance Futures. И только, как я сказал выше, возможно для инструментов, название которых заканчивается на USD, USDT, USDC и так далее. То есть, например, на Binance в долларах можно задать рабочий объем инструментом Bitcoin, USDT, Ether, USDT и так далее. То есть подобным инструментом. А на BitMEX и при торговле квартальными фьючерсами Binance вот рабочего объема всегда в долларах. Так устроены инструменты. Дополнительно для этого делать ничего не нужно. Итак, чтобы ввести рабочий объем в долларах, мы проделываем все те же самые действия, когда вводим или изменяем обычный рабочий объем. То есть по необходимому рабочему объему мы делаем двойной клик мышью. Открывается окно ввода рабочего объема. И напротив окна ввода рабочего объема мы видим ввод в долларах. Ставим галочку. Об этом свидетельствует надпись, что теперь мы вводим объем в долларах. Вводим объем в долларах, к примеру, 100 долларов. Нажимаем Enter. И как мы видим, у нас пересчитались доллары в лоты. Важно понимать, что рабочий объем в итоге всегда будет пересчитываться в лоты, так как биржа принимает заявки только в лотах. Syscalp пересчитывает доллары в лоты по цене спреда. Повторим процедуру. Делаем двойной клик. Делаем галочку «Введите объем в долларах». К примеру, ставим 500, Enter. И смотрим, у нас пересчиталось. Важно понимать, если мы сейчас продолжим менять рабочий объем, в долларах у нас сохраняется. То есть всегда обращайте это внимание. Если мы хотим обратно вводить рабочий объем в лотах, надо галочку «Снять». Трейдер рассчитывает рабочий объем в зависимости от размера своего счета и стратегии риск-менеджмента. Меняя рабочий объем, трейдер управляет риском. Если трейдер видит вход, но сомневается, он входит в позицию небольшим объемом. И наоборот, когда трейдер уверен в ситуации и готов рисковать, он повышает объем заявки. Для этого и предусмотрено несколько рабочих объемов. Обычно трейдер работает первым и вторым объемами. Он открывает позицию по инструменту на 10 и 20 лотов. Если трейдер уверен в положительном исходе, то открывает сделку на 3 и 4 объем. Там 30-40 лотов, соответственно. Но иногда случается, что от заявки откусили только один лот. И его нужно закрыть. Минимальные заявки у трейдера настроены на 5 объеме. Переключение между рабочими объемами позволяет трейдеру удобно управлять размером позиции. Как это визуально примерно выглядит. То есть первый, второй у нас рабочий объем. Это стандартные наши объемы, с которыми трейдер постоянно работает. Третий, четвертый рабочий объем. Это повышенные, когда мы уверены в ситуации и хотим рисковать. И пятый объем. Это самый минимальный для закрытия непредвидимых каких-либо ситуаций, когда наш выставленный объем съели частично. Это же, конечно, не утверждение, что делают абсолютно все так трейдеры. Это наше наблюдение. Вы можете настроить свои рабочие объемы, как удобно вам. Повторюсь, доступно 5 рабочих объемов. Переключать мы ими можем как кликом мыши, так и горячими клавишами. На этом все. Мы с вами поговорили о том, что такое рабочий объем. Мы разобрались, как настраивать рабочий объем в Сискальпе и привод Бондаре. И также разобрались, как настроить рабочий объем в долларах. В частности, в Сискальпе для криптовалютных биржах Binance. Всем профитов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если что-то будет непонятно, обязательно пишите в техподдержку. Всем пока. Вы пользуетесь Сискальп и свободно говорите на иностранном языке? Отлично. У вас есть возможность помочь Сискальп и заработать на этом. Сискальп используют трейдеры в 50 странах мира, и им очень нужны обучающие видео на разных языках. Вы готовы создавать видео на иностранном языке для официального канала Сискальп? Отлично. У вас есть собственный канал на иностранном языке, и вы готовы размещать на нем видео о Сискальп еще лучше. Напишите нам в поддержку, и мы подробнее расскажем о вариантах сотрудничества. Спасибо, что вы с нами.